Сюда 1 сентября придут 50 первоклашек. Для младших классов лицея будет готов долгожданный отдельный корпус. В основном уже становилось тесновато. Здание, когда-то принадлежавшее детскому дому, давно ждало обновления. Объект был сложный. Здесь пришлось очень много скрытых работ, которые бы не были учтены в проектной документации и в сметной для выполнения работ. Но подрядчик справился с этой задачей. На сегодняшний день выполняются отделочные работы, благоустройство территории. Территория у лицея просторная. Тут обустроят дорожки, мафы, спортивные и игровые площадки, освещение, озеленение. Внутри тоже почти все готово. Остаются последние штрихи. Будет производиться монтаж отопительной системы, монтаж оборудования, монтаж пожарной сигнализации, датчиков пожарных, двери. Будем устанавливать. 120 учеников начальной школы получат не только красивое, но и функциональное здание. Обеденный зал на 60 мест, комната психологической разгрузки, гимнастический зал с душевыми. В классах будут шкафчики для хранения личных вещей. А на стенах коридоров можно будет рисовать мелками и маркерами на специальных панелях. Порадуют новые просторные классы, красивые, с современной мебелью, с интерактивом, с местом, где можно заняться физическими упражнениями. Такое преображение старого здания стало возможным благодаря комплексной программе развития «Тобольск-2020», реализуемой правительством области, администрацией города и Сибуром. За три года здесь дана новая жизнь ряду объектов. Возводятся новые. Тобольск образца 2017 и Тобольск образца 2020 – совершенно два города с точки зрения качества социальной инфраструктуры. Я надеюсь, что те начинания, которые были сделаны, они, во-первых, были системные, во-вторых, создают хороший задел и логику того, как городская среда дальше должна развиваться. Все запланированные объекты обязательно притворятся в жизнь. В ближайшей перспективе – крытый бассейн и центр гимнастики. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время.